Великой Отечественной войны И поговорим о контрреволюционных организациях начала советского периода из самых ранних. Правый центр, образованный в 1918 году, из членов различных партий и организаций во главе с кадетом Новгородцевым. Правый центр просуществовал недолго, и поскольку это был голем собранный из представителей разных партий, то как и все белое движение, он был обречен на поражение, ну собственно самораспад попросту из-за противоречий между членами организации. Национальный центр того же года был более масштабным, имел даже региональное отделение и тоже включал в себя представителей нескольких политических партий. Во главе его стоял октябрист Шипов, и в 1919 году он вошел в так называемый тактический центр. И в том же году был ликвидирован ВЧК, ну по крайней мере его петроградское отделение. Союз возрождения России возник в 1918 году из представителей различных политических противников большевиков, хотя этот в отличие от двух предыдущих включал в себя скорее левоцентристские партии, таких как народные социалисты, правые эсеры и даже кадеты. Тоже имел отделение в различных городах России и тоже в 1919 году вошел в так называемый тактический центр, который возник как раз в апреле 1919 года. Во главе его стоял князь Трубецкой, стоял член Госдумы Мельгунов. Советская сторона считает, что он сотрудничал с Деникиным, Клокчаком, Юденичем и Антантой, но большая часть его была арестована либо в конце 1919, либо в начале 1920 годов молодыми советскими органами внутренней безопасности. Наконец, считающееся сфабрикованным сегодня дело Петроградской боевой организации Таганцева 1921 года. Сам Таганцев это секретарь комитета Академии наук и якобы создал организацию после того, как многие его товарищи были арестованы по делам других политических антисоветских группировок. Всего по делу было арестовано свыше 800 человек, около сотни расстреляно, включая представленного здесь отца Льва Николаевича Гумилева, Николая Сергеевича Гумилева. Вопрос, правда, об этой организации довольно спорный. Есть основания предполагать на основании материалов иммигрантских архивов, хранящихся, например, в Финляндии, что Николай Сергеевич Гумилев все-таки был членом одной из антисоветских организаций. Так что некоторые высказывают предположение, что хотя самой Петроградской боевой организации Таганцева не существовало, это был такой кадавр, который был собран советскими органами ВЧК из нескольких разрозненных политических антисоветских групп, которые действовали примерно в одном месте, может быть, даже как-то пересекались между собой. И просто в представлении советских органов госбезопасности были слиты в одну организацию, хотя на самом деле представляли из себя несколько. Дело лицеистов 20-х годов хватывало выпускников Александровского лицея, которых обвиняли в создании контрреволюционной организации монархического толка, разгромленных к 25-му году окончательно. Когда покончили с бывшими, то есть представителями антисоветских политических партий, взялись за новых врагов. Собственно говоря, поскольку советская экономика развивалась далеко не теми темпами, на которые был расчет, необходимо было найти виновных. И виновных здесь уже искали не в собственных ошибках советского руководства, а в неких вредителях, реальных либо мнимых. Одним из первых таких крупных дел было Шахтинское 2028 года, где группу специалистов обвинили в повредительстве и саботаже, то есть сознательной порче шахт. Якобы они неправильно прокладывают штреки, промахиваются мимо рудных пластов, отдают указания о неправильном крепеже сводов, из-за чего происходят обвалы и так далее. Соответственно, было приговорено к расстрелу 11 человек, реально из них расстреляли пятерых, остальных лишили свободу на длительные сроки. Дело было признано сфальсифицированным в 2000 году, хотя судя по воспоминаниям некоторых иностранных специалистов, работавших в Советской России в это время, правда, в переводе на русский мне парочка этих мемуаров достаточно интересных как-то ни разу не попадалось, только на английском, где и были опубликованы, собственно, в Лондоне у одного из них. Он писал, что действительно имел место, ну, либо саботаж, либо просто невнимание. Вот он как раз занимался проблемами добычи угля и до тех пор, пока к нему не приставили человека с маузером, который следил за тем, чтобы его указания по тому, как именно крепить своды туннелей, выполнялись неукоснительно, вот как сказал господин инженер, вот так будьте любезны и крепите, то, в общем, при повторной инспекции он выявлял упиющее расхождение с теми рекомендациями, которые давал он. Так что, возможно, какая-то реальная основа под этим делом и была, что не говорит о том, что само дело не было сфальсифицировано. Академическое дело 30-го года называется так, потому что его жертвами были представители академических кругов, в том числе два ведущих советских историка, Платонов и Тарли. Вот якобы академики задумывали о государственном перевороте вместе с промпартией и Тарли даже якобы предполагался в качестве министра иностранных дел. Платонов ему не повезло меньше, а Тарли был в итоге оправдан и стал одним из самых известных и популярных советских историков. Не только в профессиональной среде, но в профессиональной среде, можно сказать, достаточно неоднозначные отношения, но его книги читали и просто образованные люди. Скорее, как такую очень качественную историческую билетристику, хотя это научная литература. В 30-м же году было открыто дело промпартии, ее жертвами тоже стали старые специалисты, которых обвиняли в связи с торгово-промышленным комитетом, бывших русских промышленников Парижа, подготовки к интервенции в Советский Союз, реставрации буржуазного строя в России, саботажа и так далее. В ЦК промпартии входило по версии обвинения 8 человек во главе с членом Госплана и ВСНХ СССР Рамзин. Первоначально пятерых приговорили к расстрелу, но в дальнейшем расстрел заменили длительным лишением свободы. Трудовая крестьянская партия периодически фигурирует в документах от 20-х до 40-х годов. В 37-м году по обвинению в участии в этой трудовой крестьянской партии был арестован биолог Вавилов. А также еще один персонаж, который в дальнейшем проявит себя не с лучшей стороны, это некто Каминский, который в годы Второй мировой войны будет руководить 29-й гренадершевской дивизией СС РОНА, российской освободительной народной армии. Полковское дело тоже достаточно любопытное. Дело в том, что в 36-м году мировая общественность научная готовилась наблюдать солнечное затмение, для чего координировались усилия обсерватории по всему миру, активные международные контакты вызвали подозрения советских органов госбезопасности. Сотрудников Полковской обсерватории обвиняли в участии фашистской, троцкистской, зиновьевской террористической организации, саботажа наблюдения за солнечным затмением, сокрытие информации о месторождении полезных ископаемых и так далее. Всего было арестовано 64 человека, 6 террорасстреляны. После смерти Сталина большинство из них было реабилитировано. Но параллельно, когда закончились, скажем так, нестатусные внутренние враги, взялись за более серьезных внутренних врагов, отношения с которыми начали накаляться еще раньше. Еще на 10 съезде РКПБ у нас наблюдается три разных группы. Так называемая рабочая группа во главе со Шляпниковым и Колонтай, Александра Михайловной, первой советской женщиной-послом, например, группы демократического централизма и так называемая платформа Троцкого, каждая из которых имела свое видение на дальнейшее развитие советского государства. Правда, тогда это еще было время действующей внутрипартийной демократии. Владимир Ильич Янин был жив, но не, кстати, подоспел уже упоминавшийся кронштадтский мятеж. Перед лицом общей угрозы 16 марта 2021 года принимается резолюция 10 съезда партии о единстве партии. Если раньше члены ЦК могли быть выведены из состава Центрального комитета партии только общепартийным съездом, то теперь для этого достаточно 2 трети общего собрания Центрального комитета и Центрального контрольного комитета партии, а самое главное запрещается внутрипартийная фракционная борьба. Резолюция имела сугубо ситуативный характер, то есть перед лицом именно кронштадтского мятежа. Она не провозглашала отказ от внутрипартийной демократии как таковой, но в дальнейшем, особенно Сталином, она будет использоваться именно как мотив для отказа в существовании нескольких точек зрения. Будет существовать две точки зрения. Точка зрения Сталина и фракционная, которая противоречит резолюции о единстве партии 21. года и подлежит осуждению. Партия, надо сказать, начинает превращаться в государственную структуру, если первоначально партийный и государственный аппарат разносились, но в частности Ленин занимал пост главы исполнительной власти, а не главой партии как таковой, то она теперь постепенно сращивается с государством, бюрократизируется все больше. И одним из первых, кто поднял по этому поводу голос и выразил недовольство, был Лев Давыдович Троцкий, один из самых авторитетных деятелей в Советской партии того времени. В октябре 23-го года он обвинил ЦК в установлении диктатуры аппарата, требовал развития внутрипартийной демократии, но после смерти Ленина внутрипартийная демократия резко стала сокращаться. 13-я партконференция РКПБ разгромила платформу Троцкого, ее представители обвинены во фракционной борьбе, нарушения резолюции 21-го года смещены со своих постов, но пока еще эта борьба вываливается просто в высылку несогласных на более-менее управленческие посты на периферии подальше от Москвы. Троцкого убирают с постов председателя Реввоенсовета и главы Вооруженных сил Советской России, Нарком Военмора, Народного комиссара по военным и морским делам. Если Троцкий не принимал идеи построения социализма в отдельно взятой стране, то вот как раз Бухарин на этом этапе противник Троцкого выступал за возможность построения социализма в отдельно взятой стране. На волне развития новой экономической политики возникает новая позиция в Ленинграде, здесь и светился Зиновьев, который говорил о том, что НЭП это уступка кулачеству. Но на съезде партии в 25-м году эта позиция потерпела поражение. Во главе Ленинградской парторганизации поставлен Сергей Миронович Киров, который фактически являлся главой города. Не сумев добиться ничего по отдельности, старая и новая позиция в 26-м году объединились в Троцкийский-Зиновьевский блок. Троцкий, его недавний политический противник Зиновьев, также Каменев, Крупская, Надежда Константиновна и так далее, провозглашались и оборцевиками-большевиками-ленинцами. Однако на июльском пленуме 26-го года Сталин, используя свой пост генерального секретаря партии, во многом, ну по факту это был практически пост главы отдела кадров, сумел перетасовать политбюро, приведя на кручевые посты своих сторонников. Таких как Каганович, Киров, Никаянар, Джаникидзе и так далее. На пленуме партии в октябре 26-го года Троцкого с Каменевым отстранили от работы в политбюро и с полкоме, откуда убирают Зиновьева, с поста председателей и ряде других организаций. Им не дали высказаться на партконференции в 26-м году, которая приняла тезис о возможности построения социализма в отдельно взятой стороне. Затем Троцкого и Зиновьева выводят из состава Центрального комитета партии, а затем в 27-м году еще 93 оппозиционера, выражавших мнение, не согласные с идеями Сталина, были исключены из Центрального комитета партии. Троцкого отправляют сперва в Алма-Ату, он там не успокаивается, пишет письма по всей стране, потом его высылают в Турцию, из Турции он мигрирует во Францию, с Францией в Мексику, пока его в 40-м году не убьет Раймон Меркадер, который, как впоследствии выясняется, был агентом советских спецслужб. Когда в Советском Союзе разворачивается уже компания за отмену новой экономической политики, одновременно проходит борьба с правым уклоном. Правый уклон осуждается и на платформе Коминтерна, как угроза международному коммунистическому движению, и на партийных съездах, как на уровне общепартийного съезда, так и на пленумах ЦК и Центрального контрольного комитета. Все это создает предпосылки для создания так называемого Большого террора. Отправной точкой Большого террора становится убийство Сергея Мироновича Кирова прямо в Смольном в 1934 году. По убеждению многих современных исследователей, Николаев все-таки был убийцей-одиночкой, а не действовал по заказу. Тем не менее, его судьба довольно интересна. Когда его везли на допрос лично к Сталину, автомобиль с Николаевым, а машин тогда в Советском Союзе было, мягко говоря, немного, попал в аварию, и Николаев погиб. Вскоре после этого создается общесоюзный наркомат внутренних дел, в который включается объединенное главное политическое управление. В 1933 году уже начинается что-то вроде Большого террора. Около полумиллиона человек были арестованы, из которых примерно половина – это так называемые контрреволюционные преступления. Правда, здесь надо понимать, что не всех арестовывали за анекдоты. Некоторых, скажем, за то, что там бросили гранату в окно клуба НКВД. То есть преступление может быть и по политическим мотивам, но вполне себе реальное. Хотя вот реальный процент именно соотношения уголовных и политических дел, то есть где речь идет о политической агитации, выражении несогласных взглядов, в каком случае за какие-то вполне реальные действия, здесь, к сожалению, точными данными я не располагаю. Во главе НКВД по очереди стоят Ягода, Ежов и Берия. К слову сказать, все трое в разное время будут расстреляны. Первый такой серьезный процесс – это московский процесс 1936 года над членами троцкистской Зиновьевского террористического центра, в который по делу проходило 16 человек, включая Зиновьева и Каменева. Обвиняли их в том числе в организации убийства Кирова. Надо сказать, что жертвы первого московского процесса по всей видимости не вполне понимали серьезность ситуации. Они, возможно, были еще под впечатлением опыта 20-х годов, когда самым, ну, скажем так, казни еще не практиковались. Предполагали, что выведут из состава Центрального комитета, может быть, из партии исключат, отправят там директором какого-нибудь музея в Минусинске, например, или там руководить строительством гидроэлектростанции, черта на куличках. А вот. Но в итоге все 16 человек были приговорены к высшей мере наказания, и все 16 были расстреляны. И только в 88-м году обвиняемые посмертно были реабилитированы Верховным судом Советского Союза. Так что сегодня это дело считается сфабрикованным. Второй московский процесс над членами параллельно антисоветского троцкийского центра, надо сказать, что Троцкий тогда был, ну, примерно как ИГИЛ у американцев или Аль-Каида. То есть, кто бы что ни сделал, всегда виноват Троцкий. Вот. Соответственно, эти люди уже лучше должны были представлять, что их ждет. По делу проходят опять-таки люди, которые руководили советским государством, либо входили в правительство РСФСР, например, в разные годы. Из 17 фигурантов дела 13 были расстреляны, что самая... часть из них реабилитировали в 63-м году, остальных вот уже в 80-е годы при Горбачеве. Что характерно, большинство обвиняемых признавало свою вину. Что более интересно, судебные процессы были открытыми. То есть, они проходили при большом стечении народа, включая иностранных журналистов, и в то время никто почему-то сомнений в их вине не выражал, включая зарубежную прессу. А сами обвиняемые не пытались прокричать, например, со скамьи подсудимого, что показания были выбиты под пытками. Что, правда, не означает, что этого не было. Дело Тухачевского, так называемое, было совершенно иным. Поскольку он был заместителем наркома обороны СССР, а вместе с ним по делу проходил ряд высших командиров Красной Армии, то слушания проходили в закрытом режиме. Обвинялись они в шпионаже и подготовке госпереворота. Все обвиняемые были признаны виновными и расстреляны. В 1957 году они, правда, были реабилитированы, но когда, например, Феликс Чуев беседовал с Молотовым уже в 80-е годы, Молотов все-таки склонялся к тому, что Тухачевский скорее всего был реально виновен. Так что есть и такая версия, хотя, повторюсь, официально они были реабилитированы еще в 1957 году. Третий московский процесс над членами права Троцкийского блока зацепил и первого главу Общесоюзного наркомата внутренних дел Генриха Генриховича Егоду. Обвиняли их в шпионаже, убийстве Горького и ряде других злодеяний. Из 21 обвиняемого 18 человек приговорены к расстрелу, а остальные к длительным срокам лишения свободы, что означало, в общем, практически неминуемую смерть в лагерях. Отдельное дело касается Федора Федоровича Раскольникова, который был советским дипломатом, бежавшим в 1939 году в Париж и оттуда написавший открытое письмо Сталину и Литвиному, сперва прося оставить ему советское гражданство, а затем, когда он был объявлен врагом народа, он написал открытое письмо Сталину, в котором обвинял Сталина в массовых репрессиях. Но в отличие от оказавшегося в похожей положении Ивана Грозного, Сталин в публичную полемику с Раскольниковым так и не вступил. Так что Курбский и Грозный версия 2.0 Раскольников-Сталин, к сожалению, не состоялась. Что касается внутренней советской политики 30-х годов, ну вот за исключением вопроса политических репрессий, то надо сказать, что проведенная в Союзе перепись 37-го года дала довольно странный результат, 162 миллиона человек. С точки зрения советского руководства это были заниженные цифры, организаторов переписи обвинили в саботаже и многих отправили в ГУЛАГ, а перепись 39-го года показала уже более серьезные цифры, 170 миллионов человек и считалась проведенной правильно. Развивается процесс урбанизации. Если в 26-м году в разгар НЭПа в городах проживало всего 18% жителей, то в 39-м уже 33, что объясняется не только естественным приростом жителей города, но и конечно активной трудовой миграцией из села в городскую среду и развитием промышленности. А вот что касается распределения народа по различным отраслям хозяйства. В народном хозяйстве было занято примерно 46% населения, иждивенцы, в основном дети и подростки от 47% населения, на содержании государства, то есть люди получавшие стипендию либо пенсии, а до сплошного пенсионного обеспечения дело еще не дошло, то есть речь идет о так называемых индивидуальных пенсионерах, которые получали пенсию за особые заслуги перед страной в целом, отчасти может быть за заслуги еще в царские времена, речь идет сейчас в первую очередь об ученых, так и о тех, кто успел доказать свою полезность и послужить уже советской России, около 4 миллионов человек. Большое внимание уделяется, конечно, подрастающему поколению, потому что как в случае с Моисеем, который бегал по Синайской пустыне, пока не померли все, кто помнил египетское рабство, чтобы привести в землю обетованную уже чистых людей без рабского сознания, так и здесь подрастающее поколение рассматривалось как чистый хост, из которого можно вылепить нового советского человека, лишенного пороков, обусловленных пребыванием в капиталистической среде во времена императорской России и господства белого движения на некоторых регионах. Удается почти покончить с беспризорностью, с ниществом, создается разветвленная сеть детских учреждений, которые должны были не только давать образование, но и обеспечивать внешкольную активность, что-то вроде профориентации, обеспечивать полезный досуг в летнее время, как пионер лагеря и так далее. Вместе с тем ужесточается ответственность за преступления, в частности с 35-го года малолетние преступники за особо тяжкие преступления могли быть даже и расстреляны. Одной из доминан советской внутренней политики было развитие грамотности. Большевики за это взялись аж еще в 17-м году и к 39-му году им удалось довести грамотность почти до 80-ти процентов населения Советского Союза. Это с поправкой на Среднюю Азию, где собственно говоря, грамотности говорить до революции вообще почти не приходилось. Так что это был действительно очень серьезный прогресс. растет количество обучающихся. Правда, изначально обязательно было только начальное образование, так что там было больше всего учащихся, а высшее образование получало всего около 1 миллиона человек. Правда, надо сказать, что образование считалось одним из основных краеугольных камней народу спортийностью и профессиональным опытом, которые почти гарантировали интенсивное движение человека вверх по социальной лестнице на данном этапе. Люди с высшим образованием нужны были не только на производстве, не только в науке, но и просто на административных должностях. Дело в том, что к этому времени уже серьезно развивается бюрократический партийный аппарат. Около 2 миллионов человек так или иначе были заняты в руководящей партийной работе, из них 300 тысяч, это так называемые освобожденные партийные работники, то есть люди, которые занимались партийной деятельностью как основной формой занятости. Скажем, если руководитель заводской партийной ячейки занимался парторганизаторской работой в свободное от основной работы время, в основное рабочее время стоял у станка, то освобожденный партийный работник собственно все свое рабочее время посвящал агитации, пропаганде, подготовке собраний и так далее. По статистике из 170 тысяч студентов, которые получили образование в годы первой пятилетки, почти все к 40-му году занимали руководящие и ответственные посты. формируется и слой номенклатуры. То есть номенклатура это просто список, но в союзе появляется уже реестр так сказать должностей, где прописывают с одной стороны требования к кандидату на соответствующую партийную либо государственную должность и список привилегий, которыми он может обладать. Наличие служебного автомобиля, служебного жилья, транспорта, право на прислугу и так далее. Сюда попадали не только партийные и государственные деятели, но и руководство крупных предприятий, исследовательских учреждений, творческих организаций, командный состав Красной Армии, высокопоставленные правоохранительных органов, крупные ученые, инженеры и так далее. Надо сказать, что стремительно шла борьба за увеличение доли людей с высшим образованием. В частности, в 1939 году высшее образование у работников центрального, республиканского, краевого и областного уровня составляло всего 20%. То есть, только каждый пятый из них имел высшее образование. Как вы понимаете, большинство людей с высшим образованием было сконцентрировано в управлении общесоюзном либо республиканском. Огромную армию администраторов составляли работники учета контроля плановых и финансовых организаций около 3 миллионов человек. Однако интенсивно растет численность рабочих почти на порядок за 10 лет до 25 миллионов человек. При этом самым влиятельным был класс рабочих металлистов, то есть, занятых в производстве и обработке металла. Во-первых, он весьма многочисленный, примерно 10% всех рабочих Советского Союза. Во-вторых, он один из самых молодых. Больше половины рабочих металлистов это были люди моложе 30 лет. В это время активно выдвигается так называемая новая элита. На смену людям, которые считались элиты по рождению или по количеству денег, приходят новые герои. Это, например, Стаханов, здесь у нас Валерий Чкалов, то есть, ударники, передовики производства, летчики, исследователи и так далее. На селе основной группой считаются колхозники, хотя колхозники стоят на нижней ступени социальной лестницы, ниже, может быть, стояли только крестьяне-единоличники. Каковых становится все меньше и меньше, их всячески давят в том числе экономическими мерами, и опять-таки, если у них возникают какие-то проблемы, им некуда обратиться. Если колхозник может обратиться за помощью, скажем, в колхоз, то крестьяне-единоличнику идти некуда, рассчитывать он может только на самого себя. А вот на селе элиты считались сельские руководители и специалисты, председатель колхоза, его заместитель, если колхоз большой, главы сельсоветов, руководители МТС, руководители бригад, звеньев и так далее. Почетной становится военная служба, она, кстати, тогда была добровольной, даже вот на трехрублевой банкноте был изображен солдат. Незадолго перед войной в обиход возвращаются офицерские и генеральские звания, меняется институт военных комиссаров. всякие командармы и комсорги, которые уже упоминались в рамках дела Тухачевского, это вот как раз становится недавней историей. Значительная часть населения у нас проживала в так называемом архипелаге ГУЛАГ, то есть оказывалась в местах лишения свободы. Это и тюрьмы, это и исправительно-трудовые лагеря, это и разного рода ссыльно-поселенцы, пораженные в правах и так далее. Всего в этой системе проживало около 4 миллионов человек, правда, следует признать, что все-таки порядка 70-90 процентов населения в разные годы до войны это люди, осужденные все-таки по общеуголовным и не по политическим статьям. А вот соответственно вот непосредственно контингент Б, то есть непосредственно заключенные подследственные трудопоселенцы это чуть более 3 миллионов человек. Трудопоселенцам со временем даже возвращают гражданские права, а затем даже частично политические. А вот надо сказать в 39-м году принимается план третьей пятилетки, который предполагает исключительно высокие темпы роста советской экономики, в том числе и для каждого отдельно взятого советского гражданина. гражданина. Но как вы понимаете Вторая мировая война для советской России Великая Отечественная внесла сюда свои особые коррективы. На первое место выдвигается тяжелая промышленность, промышленность группы А, за счет этого страдает производство средств потребления, то есть промышленность группы Б. Объем промышленной продукции действительно растут впечатляющими темпами, хотя реальный объем промышленного производства судя по всему не превышал 3-4% в год, надо понимать, что в рамках третьей пятилетки это уже мы говорим о весьма развитом секторе советской экономики. В преддверии Второй мировой войны у нас уже усиливаются меры по подготовке к будущей войне, увеличивается продолжительность рабочего дня с 7 до 8 часов и вместо шестидневной рабочей недели вводится семидневная рабочая неделя с одним выходным днем. То есть график 7.1. Серьезно боролись за трудовую дисциплину, за 15 минутное опоздание можно было получить до 5 лет лишения свободы. Правда реальная экономическая ситуация в Советской России была достаточно неоднозначной. Многие исследователи считают, что в 1939 году мы находились практически на грани возврата карточной системе распределения продуктов, питания и промтоваров. Вместе с тем начинается техническое перевооружение Красной Армии. Во-первых, ее численность увеличивается в 2,5 раза. За годы второй пятилетки в третью пятилетку уже вводится всеобщая воинская повинность и численность Советской Армии вырастает до 5,5 человек. Втрое практически вырастают расходы на военные нужды. Перед вами тут самые мощные советские военные монстры. Это ТБ-3 Звено, тактический бомбардировщик, который был авиаматкой, которая должна была нести 5 истребителей для прикрытия дальних бомбардировщиков во время рейда вглубь территории противника, чтобы противостоять истребительной авиации неприятеля. Радиус действий истребителей меньше, чем у бомбардировщика, так что эту проблему пытались решить за счет того, что один из бомбардировщиков или несколько в группе становились носителями для истребителей. А это пятибашенный внимание тяжелый танк Т-35. Вархаммер 40 тысяч отдыхает. Проблема в том, что поскольку ресурсы не безграничны, то наращивание объемов военного производства сказывалось на поступлении сельскохозяйственной техники, а также расходных материалов к ней на село. Вот, окончательно формируется административно-командная система к 30-м годах, к концу 30-х годов. Но, что самое интересное, Сталин берет в свои руки формально бразды правления Советским Союзом. Если до 41-го года он был генеральным секретарем ЦК ВКПБ, то есть с точки зрения госуправления он был абсолютно никем, то 5-го мая 41-го года он становится председателем Совета народных комиссаров вместо Вячеслава Михайловича Молтая, то есть формально становится главой исполнительной власти Советского Союза. То есть превращается с формальной точки зрения в реальную политическую силу. И хотя официально мы не признавали вероятность войны Советского Союза и Германии, подготовка к ней велась полными темпами. Создаются новые базы снабжения, опорные пункты как вблизи новой советско-германской границ, так и в глубине советской территории. Расширяется сеть военных учебных заведений, готовящих новые военные кадры. Растет уровень образования военных кадров. Правда, политические репрессии здесь, конечно, негативно сказались, и большинство людей, занимающих ответственные посты в армии, были, в общем-то, на этих постах достаточно недолго. Растет промышленное производство, причем большая часть приходится именно на предприятия подведомственного наркомата обороны. Растут мобилизационные резервы, то есть запасы по чугуна, стали проката, различных легирующих добавок для производства военной брони. Принимаются новые виды вооружений, такие, как, например, истребитель МиГ-3, бомбардировщик, Пе-2, но это фронтовой бомбардировщик, штурмовик Ил-2, средний танк Т-34, наверное, самая удачная машина начала Второй мировой войны, сочетающая в себе высокую огневую мощь, мощную броню и, вместе с тем, хорошую маневренность и скорость. Тяжелые танки КВ-1 и КВ-2, даже Т-34 была не по зубам ни одному из немецких танков на 41-й год, а эти две машины и подавно. Появляется БМ-13 Катюша, не имевший аналогов в мире. Винтовка Мосина, являвшаяся основой вооружения пехотных частей советской армии, была, конечно, изобретена давно, но винтовка Маузера, являвшаяся основным элементом вооружения пехотных частей немецкой армии была всего на 7 лет моложе. Короткоствольного огнестрельного оружия в немецких частях тоже было относительно немного, побольше, чем у нас, но даже в передовых частях в 41-м году далеко не все были вооружены пистолетами и пулеметами. Пулемет Максим, которым были вооружены, к слову сказать, и с нашей, и с немецкой стороны войска, тоже еще герой Первой Мировой войны, тут зенитные модификации, одинарные, четверенные, танковый вариант. У него, кстати, был еще ручной вариант, правда, это порядочная экзотика. Дегтярев разрабатывает целую серию видов огнестрельного оружия, тут и Дегтярев пехотный, легкий пулемет, и Дегтярев танковый, такими снабжались танки, пулеметные турели, например, бомбардировщиков, ну и, собственно, к пистолетам-пулеметам он тоже руку приложил, пистолет-пулемет Дегтярева. А вот Токарев создает пистолет ТТ, ну, самозарядная винтовка Токарева оказалась не очень удачной, и снискала большой популярности в войсках, надо признать. Шпагин создает ППШ, более удачный, чем пистолет-пулемет Дегтярева, вариант, к слову сказать. А вот. Ну, попробуем с вами по-быстрому разобрать внешнюю политику Советского Союза, вот, и чтобы следующее занятие уже посвятить Великой Отечественной войне. Значит, итак, рубеж 20-30-х годов узнавался мировым экономическим кризисом, так называемой Великой Депрессией. Она подталкивала идею, порождала идею скорого краха капиталистической системы и открывала, окрыляла надеждами на осуществление несколько подзадержавшейся мировой революции. Соответственно, Коминтер начинает действовать активнее, тем более, что выдвигается тезис о том, что перед лицом кризиса капитализм будет действовать агрессивнее. В 1933-м году, как подтверждение этого тезиса к власти в Германии приходит весноватый ефрейтор Радольф Гитлер. На всякий случай напоминаю, что немецкие сторонники Гитлера это нацисты, фашисты это итальянские поклонники идеологии Бенита Муссолини. Отчасти приход Гитлера к власти стал дополнительным мотивом для того, чтобы Соединенные Штаты Америки в лице Франклина Рузвельта признали Советский Союз как субъект международного права. После чего Советский Союз становится и членом Лиги Наций. И вот здесь происходит очень интересная ситуация. В Испании разворачивается гражданская война между левыми околосоветскими группировками, хотя там было сильно влияние, например, троцкистов и правыми фалангитами. Проблема заключается в том, что международные организации, включая Лигу Наций, приняли концепцию невмешательства. Однако непосредственно граничившая с Испанией Италия активно оказывала поддержку генералу Франка и через нее активную поддержку франкистам оказывала и нацистская Германия, в то время как Советский Союз, например, поддержать республиканские силы в гражданской войне напрямую не мог. Приходилось контрабандой провозить оружие через Турцию либо в обход всей Европы, что было долго, сложно и проблематично, потому что эти поставки приходилось скрывать. В результате и внутренних противоречий среди республиканцев и активной поддержки франкистов со стороны Германии и Италии в Испании победили таких франкистов, фалангиты, и она пополнила собой ряд нацистских государств. И, честно говоря, если бы Франка не сохранял нейтралитет на протяжении всей Второй мировой войны, то положение Великобритании могло быть куда более тяжелым, и, например, сам ход Второй мировой войны повернулся бы несколько иначе. Так что это была не очень дальновидная политика с точки зрения Лондона и Парижа невмешательства в гражданскую войну в Испанию. Германия разрывает при Гитлере сложившуюся практику советско-германских отношений после Рапальского договора, занимает ярко выраженную антисоветскую позицию, подписывает сперва с Японии, и затем с Италии антикоминтерновский пакт. Формально он был нацелен на борьбу с коммунистическим интернационалом, но по факту как несложно догадаться против Советского Союза. С другой стороны Советский Союз на зубок пытаются попробовать японские войска, сперва напавшие на советские позиции в районе озера Хасан, а затем напавшие на Монголию в районе реки Халхенгол с Монголи у нас был договор о военной взаимопомощи. В обоих случаях японские войска встретили ожесточенное сопротивление советских войск, выявилось техническое превосходство советской армии над японской и в общем-то не меньший уровень самоотверженности и готовности к сражению, что по всей видимости сильно повлияло на японское военное командование, которое решило предпочесть Тихоокеанский театр военных действий сухопутному направлению, что в дальнейшем способен с от войны на два фронта в 41-м году. Советский Союз активно продвигает концепцию превентив войны малой кровью на чужой территории, которая например продвигается в популярном фильме «Если завтра война» 1938 года, что в случае нападения неприятель будет встречен на границе, отбиты дальше советские войска будут громить врага уже на его территории. Но честно говоря надо признать, что подобные взгляды излагали все стороны конфликта будущего и речь идет не только о Германии и Советском Союзе, но и о Великобритании, Франции и Франции даже Польшу. Вот тем временем Германия при попустительстве Лиги Наций сперва вводит войска в Рейнскую демилитаризованную зону, потом захватывает власть в Австрии, нельзя сказать, что вся Австрия с распростертыми объятиями встретила Гитлера, хотя это так преподносилось немецкой пропагандой. 29-30 сентября 1938 года с благословения Чемберлена и Даладье, лидеров Великобритании и Франции, Гитлер получает добро на присоединение Судетской области суверенного независимого государства Чехословакии, которая не была приглашена к участию в переговорах к Германии при условии гарантии неприкосновенности оставшейся Чехословакии. Гитлер эту гарантию дал, но, собственно, через полгода аннексировал всю Чехословакию оптом, за исключением некоторых территорий, которые прибрала к рукам Польша. Надо сказать, что помимо немецкого населения, которое в Судетской области действительно чувствовало себя не очень комфортно, подвергаясь притеснениям со стороны чехословаков, чехов и словаков, Гитлер присоединил к себе еще и, например, военные заводы Шкода, таким образом, которые производили очень неплохую бронетанковую технику по меркам Европы того времени. То есть военный потенциал Германии в результате присоединения Чехословакии серьезно вырос. Советский Союз в этих условиях инициирует переговоры с Англией и Францией в Москве о противодействии Германии, но, во-первых, на переговоры в Россию отправляют лиц не первого и даже не второго эшелона, а, во-вторых, они не имеют маломальски серьезных полномочий. У Дракса даже вообще представителей Великобритании письменных полномочий не было. К тому же ехали они в Москву очень не спеша, сперва на пароходе, потом на поезде из Ленинграда в Москву, да и в Москве, собственно, вели себя не очень активно. Основная задача, судя по всему, была просто симуляция переговорного процесса, чтобы подхлеслить Германию к скорейшему нападению на Советский Союз, пока Советский Союз не заручился якобы поддержкой Англии и Франции. С нашей стороны переговоры вели начальник генерального штаба Шапошников и нарком военно-морского флота Кузнецов, имевшие полномочия в том числе на заключение соглашения. В это же время неожиданно Германия начинает проявлять интерес к Советскому Союзу. Гитлер во время рождественского приема до этого на протяжении пяти лет игнорировавший практически советского посла в Берлине подходит к нему начинает трясти руку спрашивать как здоровье товарища Сталина и в Москве этот сигнал был услышан. Если не получается заключить союз с Англией и Францией против Германии значит придется договариваться с Гитлером. Сталин в данном случае поступает вполне себе по-европейски смещает с поста наркома иностранных дел еврея Максима Максимовича Литвинова и ставит Вячеслава Михайловича Молотова который считался сторонником прогерманской ориентации. А вот когда переговоры с Англией и Францией заходят в тупик из Германии поступает предложение принять министра иностранных дел Германии Эхима Риббентропа. Советская сторона соглашается Риббентроп прилетает на самолете то есть тянуть растягивать путешествие он отнюдь не собирался и в кратчайшие сроки собственно в течение одного дня между Советским Союзом и нацистской Германией было подписано соглашение о разделе сфер влияния к советским зоне интересов относились например Финляндия Бессарабия и Прибалтика до северной границы Литвы после чего Германия 1 сентября 1939 года вторгается в Польшу 17 сентября 1939 года тут мотивация советской стороны называется разная от того что это было предусмотрено соглашением с Германией хотя судя по реакции Берлина вступление Советского Союза на территорию Польши стало для Гитлера неприятным сюрпризом до того что интенсивное продвижение немцев по территории Польши правительство которое попросту удрало из страны дав например своим отступающим войскам очень интересную рекомендацию договариваться с советскими пограничниками о движении вдоль советской границы в сторону нейтральных стран и скрыться там от нацистов то есть переговоры о возможности продвижения получается вдоль советской границы или даже в переходе на советскую территорию для того чтобы спастись от немецкого плена польские военные на месте должны были вести самостоятельно на уровне чуть ли там не командиров взводов и рот а вот так что советский союз серьезно мог опасаться действительно того что советско-польская граница скоро станет советско-германской и 17 сентября советские войска пересекают советско-польскую границу и продвигаются примерно до так называемой линии Керзана по которой советско-польская граница должна была проходить с точки зрения британского министерства иностранных дел от 1918 года вот когда польская кампания была закончена советский союз и германия подписывают новое соглашение о дружбе и границах несколько расширявшее зону советских интересов а вот здесь вот видно это как раз вариант августовский 39 года это вот советская зона интересов по договору сентября 39 здесь же советский союз начинает советско-финскую войну официальная точка зрения советского союза гласила что территория ссср подверглась артобстрелу со стороны финляндии и были человеческие жертвы с нашей стороны сегодня эта версия иногда ставится под сомнение начало войны мягко говоря было для советского союза крайне неубедительным шапкозакидательские отношения привели к тому что советские войска уперлись в не самую честно говоря сильную линию обороны слава линии маннергейма несколько подраздута на практике это далеко не финский аналог линии мажино там были конечно так называемые доты миллионники но их было относительно немного это не сплошная линия бетонных укреплений вот однако когда советские войска к началу сорокового года собрали силами наступление провели достаточно быстро и успешно и готовившаяся скажем военная поддержка со стороны Великобритании и Франции Финляндия уже подзапоздала Финляндия вышла из войны заключив советской России мир который позволил СССР отодвинуть советскую границу от Ленинграда на несколько сотен километров под давлением Советского Союза Румыния была вынуждена уступить захваченную в годы гражданской войны Бессарабию из которой была частично создана Молдавская Советская Социалистическая Республика в сороковом году ну и собственно говоря в сороковом же году три прибалтийские республики по итогам выборов проведенных в них добровольно ну насколько уж реально добровольно это было вопрос не очень однозначный входит в состав Советского Союза как Литовская Латвийская Эстонская Советские Социалистические Республики А вот ну собственно говоря мы как раз подошли к Великой Отечественной войне которую у нас и время подостекло и начинать наверное ее уже смысла нет так что на следующем занятии постараемся охватить события Великой Отечественной войны сумеем ли уложиться в одно занятие конечно вопрос так что если есть какие-то вопросы давайте постараюсь еще минут 5-7 пока можно ответить Ну как вам сказать тут есть два фактора как несложно догадаться поскольку Прибалтика была бывшей частью Российской империи там соответственно проживало некоторое количество людей которые в силу тех или иных обстоятельств видели себя скорее может быть частью Советского Союза который как-то рассматривали как правоприемника Российской империи была соответственно часть людей которая дорожила обретенной в результате событий 17-го там 20-го годов независимостью и основная масса населения которая скорее всего свой выбор делала в процессе соответственно выборы которые проходили в законодательные органы власти прибалтийских республик в 40-ом году они проходили уже при наличии на территории Эстонии Латвии Литвы советских войск так что определенное давление как например это можно отчасти сравнить наверное с ситуацией в Польше до ее разделов в 18-ом веке когда Российская империя оказывала влияние на польский сейм например при выборах Августа 2-го сильного Августа 3-го Станислава Понятовского и так далее то есть давление естественно оказывалось насколько оно было велико и насколько скажем результаты выборов были сфальсифицированы или может быть не сфальсифицированы но определены военно-политическим давлением Советского Союза на население на избирательные комиссии вот я точно сказать не могу понятно что советская историография охватывающая тот период однозначно говорит о том что прибалтийские народы в едином порыве присоединились к дружной семье советских народов и безусловно люди которые разделяли советские идеи может быть видели в Советском Союзе защитника от Германии считая что Прибалтика находится между так сказать двумя полюсами силы между нацистской Германией и Советским Союзом и считали что Советский Союз в данном случае меньше из двух зол лучше войти в его состав чем оказаться в составе нацистской Германии например Такие люди безусловно были Насколько я понимаю современная историография эстонская латвийская и литовская говорит о том что волеизъявления прибалтийских народов было диаметрально противоположным Советский Союз никто не рвался и вступление в Советский Союз по большому счету было аннексией прибалтийских государств так что наверное здесь тоже есть определенная доля истины что было на самом деле ну знаете не все архивы еще раскрыты честно говоря это вопрос еще достаточно горячий с точки зрения политики поэтому на его исследования очень сильно оказывает влияние политический взгляд того человека который проводит его исследования как он подбирает аргументы какие доказательства ищет потому что в принципе найти наверное подтверждение и в мемуарной и в документ литературе и среди архивных документов можно и для той и для другой точки зрения боюсь нам придется сколько-то лет подождать пока вопрос из политической области не отстоится и не перетечет в сугубо историческую академическую когда будем говорить просто действительно о том что интересно что было на самом деле а не о том что мы хотели бы видеть и тогда наверное я смог скорее уж тогда кто-то другой поскольку область моих интересов она немножко в другой хронологической сфере лежит историки смогут ответить на ваш вопрос о причинах вхождения Прибалтики в Прибалтийских республик в состав Советского Союза и степени добровольности этого вхождения и пожалуйста ну что если вопросов больше нет я так что есть раз тогда больше пока вопросов нет с вами прощаюсь соответственно ежели какие-то вопросы возникнут я не знаю сейчас точно я или Алексей Владимирович будем в следующую субботу здесь но в общем кто будет тот с радостью ответит на ваши вопросы по мере сил и возможностей ну а Продолжение следует...